Правда ли, что Керем Бюрсин и Джан Яман ненавидят друг друга? Почему итальянская и туринская пресса сделали такой странный вывод и как на него отреагировали сами актеры? В субботу 4 декабря Джан Яман, который продолжает свою карьеру в Италии, присутствовал на открытии рождественской ярмарки в Риме, где представил стенд своей ассоциации помощи больным детям. Поклонниц актера больше интересовала возможность пообщаться со своим кумиром лично и взять автограф. Джан только что выпустил автобиографическую книгу и все желающие смогли получить личную подпись актера. Напомним, что в настоящее время он снимается в сериале итальянской компании Люксфит «Фиолетовый как море» и готовится к работе над проектом Садакан. Однако турецкие и итальянские СМИ больше интересовала не работа Джана Ямана, а его предполагаемое соперничество с еще одним турецким актером Керемом Бюрсином. По сообщению тамлоидов, Керем и Джан ненавидят друг друга. Соперничество между ними возникло из-за демонстрации на итальянском телевидении, сериалов «Ранняя пташка» и «Постучись в мою дверь». Как уверяют журналисты, Керем оттянул на себя части аудитории, которая попала под обаяние Джана Ямана. И это последнему очень не понравилось. Керем Бюрсин в ответ на прямой вопрос, что он думает по поводу противостояния, заявил, что у него проблем с Джаном Яманом никаких нет. У каждого своя карьера и каждый идет к успеху своим путем. Поскольку комментариев от Джана итальянская пресса не получила, то предпочла сделать собственные умозаключения о том, что тот страшно завидует и переживает, что его популярность в Италии падает из-за того, что появился еще один турецкий соперник, которого итальянки оценили по достоинству. Впрочем, турецкие сериалы в итальянском эфире будут появляться и дальше, а количество турецких звезд, с которыми познакомятся итальянские зрители, будет только расти. Вряд ли Джан Яман будет переживать каждый раз, когда в Италии выпустят новый турецкий сериал. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.